В Кашхабрском районе активно продолжается проведение сходов граждан, ставшего традиционным форматом взаимодействия власти и общества. Руководство района уделяет важное внимание проведению этих собраний. Главное преимущество – обратная связь. Жители могут напрямую задать свои вопросы, руководству района высказать пожелания. Цель этих собраний – информирование населения о результатах работы органов местного самоуправления сельских поселений за прошедший год выявления вопросов, которые в наибольшей степени волнуют граждан. Очередным пунктом схода стало Вольницкое сельское поселение. С отчетным докладом перед жителями выступил глава поселения Мурат Хагуров. Своё выступление он начал с исполнения бюджета. На 2022 год долг утвержденный бюджет поселения на сумме 116 млн 214 тысяч рублей. В том числе НДФЛ с доходом – 716 тысяч рублей. Единый сельхозналог – 729 тысяч рублей. Налог на имущество – 422 тысяч рублей. Земляный налог – 2 млн 472 тысяч рублей. Доход от платы акций за 2 млн 376 тысяч рублей. Дотация на уравненные и сбалансированные бюджеты – 1 млн 776 тысяч рублей. Субсидии – 107 млн 430 тысяч рублей. Это на строительство амбулатории, спортивного комплекса и дороги подъездной путь к социальному объекту, утром и нагидываются. Также благоустройство территорий к социально значимым объектам. За прошедший период были проведены работы по следующим направлениям. По программе «Комплекс на развитие сельских территорий» были произведены следующие работы. Реконструкция подъездной дороги к социально значимым объектам «Хутор Кармани-Грёвский» в школе номер 13. Цена контракта составила 18 млн 806 тысяч. Завершается строительство спортивного зала общей площадью 836 квадратных метров. Цена контракта 61 млн 33 тысячи рублей и оборудование на сумму 1 млн 1858 рублей. Средства врачебной амбулатории, площадь здания 421 квадратный метр. Цена контракта 32 млн 95 тысяч рублей, оборудование на сумму 4 млн 96 тысяч рублей. По программе «Бюджетное инициирование» проводится благоустройство территорий, прилегающих социально значимым объектам, целого вольные, на сумму 1 млн 181 тысяч рублей. Из них 819 тысяч рублей были выделены из республиканского бюджета, 125 тысяч рублей бюджет сельского поселения и 226 тысяч рублей. Вне бюджетные источники – это предприниматели и жители нашего поселения. Я хочу, после ассуммента, всех поблагодарить за участие в этой программе. Проведено выживание тротуара по улице Ленина и Чапаева, которое будет передано от ГЕАТКОДУ для дальнейшего строительства этого тротуара. На территории поселения открыта пожарная часть клиговой ЧАЭС, произведен ремонт уличного освещения, расчистка и побелка лесополос в благоустройство территории. Также в этом году подготовлена проектно-смертная документация по строительству дорог социально-назначным объектам. Это амбулатория РИФОК по дизельной пути, по улице Гагарина и Губанково. Также к Дому культуры Южной окраины села Вольного, это Кутернабережная, по улице Кооперативная. Несмотря на всё сделанное, остаются ещё нерешённые вопросы. Их решение будет продолжено, подчеркнул Мурат Хагоров. В 2023 году сельское поселение планирует следующую работу. Среди дороги к социально-назначным объектам, амбулатория РИФОК по улице Гагарина и Губаново. Также к Дому культуры Южной окраины села Вольного, Кутернабережная, улица Кооперативная, ремонт улучшенного освещения. Отсыпка гравия, дорога улицы Переулка, поселение. Ямошный ремонт, ремонт улучшенного освещения. В своём отчётном докладе участковый уполномоченный полиции отметил, что на обслуживаемом участке оперативная обстановка оставалась стабильной. Всего на территории Вольненского поселения совершено 22 преступления, из которых нераскрытыми остаются 4. С учётом складывающейся оперативной обстановки на постоянной основе нам проводятся педагогические мероприятия с подпочётным интиментом, которых на обслуживаемом участке на службе у нас проживают ранее судимые 12 человек, всего не обслуживаемых 8 человек. Гид, состоящих под административным надзором, у нас на поселении состоит 2 человека. На учёте поддеваний совершеннолетних несовершеннолетних на сегодняшний день не состоит, но неблагополучных родителей состоит у нас 4. В цели появления и расстретия преступлений на участке всё проводится, следующие мероприятия операции «Арсенал», в ходе которой проверялись все владельцы гражданского актериного оружия, таковых на территории 61. За отчётный период все были проверены, в ходе проверки было выявлено 5 факторов нарушения условий хранения, которые, соответственно, владельцы данных оружия были оформлены, то есть привлечены в нарушениях. Также нами проводилась операция «Рецидив», в ходе которой проверяли листицы со спящей на профилактических учётах. Это и ранее судимые, и осужденные наказанием, и связанные с лишением свободы, с наркоманами, которыми постоянно ведётся работа. За отчётный период в этом году за уничтожение наркотических средств и назначение врача нами было привлечено два человека. По традиции, итоги встречи подвёл глава района Заур Хамирзов. В своём выступлении он отметил положительные перемены, произошедшие в жизни муниципалитета, а также рассказал о планах и задачах по благоустройству в поселении на 2023 год. По воинскому поселению вот встать издачу два серьёзных объекта, это амбулатория и физкультурно-оздоровительный комплекс. И до конца декабря оба объекта будут введены в эксплуатацию. То есть дети могут уже зайти в новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Уже в конце декабря, а амбулатория, скорее всего, заработает в начале января. То есть они переедут, причём там будет полностью всё новое оборудование. Что планируется на следующий год? Вот в ходе Шелковникова ДК отремонтированного, наверняка многие из вас там или были, или видели, но там дорога в кровейном исполнении. Вот по программе тоже корпусного развития мы подготовили проект, заявились, уже конкурс выиграли. Там мы в следующем году сделаем асфальтированную дорогу в Дом культуры. Плюс там будет тротуар, плюс там будет освещение. Я считаю, что больше внимания вот именно под Вольнскому поселению сейчас нужно уделять ремонту и содержанию дорог, освещению. Совсем недавно в Вольнской школе участвовала в Всероссийском конкурсе «Лучшая столовая», достойно очень приняла участие, завоевала призовое место. «Лучший тематический стол, да? И лучший повар. Сразу два месяца. Я хотел бы поздравить весь коллектив и директор школы». В завершении Заур Хамирзов ответил на вопросы жителей. Они касались дальнейшего благоустройства дошкольно-образовательного учреждения, уличного освещения, ремонта дорог, бродячих собак. Субтитры создавал DimaTorzok